здравствуйте любимые мои я очень счастлива видеть вас на моем канале вселенная таро с вами наталья ваш личный любимый таро настраивайтесь на расклад сегодня мы посмотрим судьбоносные моменты которые готовят вам высшие силы для того чтобы ваша жизнь изменилась к лучшему да как вы поймете что ваша жизнь стала меняться стала улучшаться это какие-то может быть значимые моменты может быть нет давайте мы все это посмотрим чтобы вы точно знали что вот это уже ведет вас к изменению вашей жизни что эти моменты эти ситуации эти события а может быть люди они предвестники они уже говорят о том что ваша жизнь меняет меняется в лучшую сторону историю и этого от высших сил посыл и так пока вы настраиваетесь на расклад да я готовлю колоду я вам напоминаю что записаться на мои консультации лично можно по ватсап информация под этим видео поддержать канал также можно и вся информация под этим видео я вас бесконечно благодарю за ваши комментарии за ваши донаты за ваши теплые теплые пожелания заботливые вы и поздравляете меня вы переживаете за меня что я там болею вы не представляете как мне это приятно какие вы у меня любимые мои теплые отзывчивые добрые я просто всех вас обожаю всех вас люблю очень ценю каждое каждое ваше словечко каждый ваш комментарий все читаю на все отвечать конечно не могу на сердечки я вам всем ставлю и мысленно посылаю вам мою любовь вот ответ сотни в тысячи раз больше всего что вы мне желаете я вам возвращаю стариться или столицы это неважно обязательно ставьте лайки моим видео не забывайте подписываться на канал потому что youtube не очень продвигает а я хочу чтобы мои видео смотрели как можно больше количества людей поэтому пересылайте делитесь пишите комментарии и ставьте лайки и так колода готова я надеюсь что вы настроились на расплату можете произнести ваш имя дату рождения мы начинаем давайте для начала посмотрим в каких энергиях вы находитесь что сейчас у вас происходит в жизни чтобы вы точно знали что этот расклад для вас и про вас но напоминаю что общие расклады они проигрываются от 60 до 70 процентов да многие из вас пишут что на сотни тысячи процентов проигралась но в целом достаточно 60 процентов созвучия да и вы можете понимать что этот расклад для вас так как это не индивидуальный не личный расклад все-таки общий итак таких энергиях не находитесь что у вас сейчас в жизни происходит восьмерка мечей смотрите вы куда-то вот плывете вы куда-то отплываете точнее даже а шестерка шестерка видите причем вы не знаете куда вы отправляетесь вас мироздание либо события либо ситуации либо вот высшие силы либо вы сами или какие-то ваши близкие люди они вас прям насильно сподвигают куда-то идти в новое события да может быть но не то чтобы насильно но вы понимаете неизбежность это надо идти в новое надо плыть не знаю куда не знаю какой будет результат не знаю что меня ожидает в одиночку на без каких-то гарантий без каких-то результатов просто понимаешь что как было уже невозможно хочу в новое хочу может быть путешествия в поездку просто переместиться куда-то просто уехать отвлечься для кого-то это прям кардинально поменять жизнь страну работу а для кого-то может быть меня у нас улетели две карты мини поездка мини путешествие или что-то еще что позволит вам изменить вашу жизнь события а мы собственно и смотрим на судьбоносные до поворотные моменты и так что у нас вытранула вы посмотрите император собственной персоной и карта луны два старших аркана очень сильные очень яркие энергии о чем это говорит мужчина любимый маль вы находитесь в энергии императора я все знаю я все понимаю я знаю что я хочу я знаю как управлять моей жизнью я все понимаю меня уважают я достойный человек да у меня есть все ресурсы все возможности я сижу на троне но при этом посмотрите по луне для мужчин это все-таки страхи сомнения так тут что-то отражается но я надеюсь вам будет видно так может подальше вот страхи сомнения вы точно не знаете куда вам идти вы видите тут девушка смотрит на луну через отражение в воде она такая мутное изображение расплывчато так вам вам может что-то мерещится какие-то страхи какие-то сомнения знаете как в темноте все тени они как будто это демоны или дьяволы или что-то такое на самом деле это просто тень там от дерева или листочек или дуновение ветра и то страшно так и вам вроде как вы отправляетесь в новый путь да и вы император но есть какие-то страхи есть сомнения есть подозрение может быть еще что-то для девушек для женщин либо вы тоже в энергии такой императора до что я четко знаю понимаю как куда мне идти рулить либо рядом с вами есть такой мужчина или вы хотите чтобы он был император стабильный у которого все ресурсы которые вот четко понимаете вы за ним как за каменной стеной главный мужчина настоящий единственный муж отец ваших детей тот за кем вы как вот действительно за каменной стеной как в крепости и вы в такой энергии луна для женщин это женская энергия манящая манкая вы приманиваете этого императора вы его буквально завораживаете он не может не идти на ваш свет да вот на это даже если он сопротивляется даже если ему страшно даже если у него сомнения он все равно как завороженный идет за вами за вот эту энергию глубокой таинственной какой-то вот такой вы знаете немножко мутный но она вот такая вот мягкая она обволакивает так и вы вот в такой энергии вы пребываете дали что еще в вашей жизни сейчас происходит или в каких энергиях вы находитесь король мечи но это мужчина очевидно король да может быть такой вот воздушного знака зодиака или у него профессия связанная с тем где необходимо удержать такую металлическая металлическая как это орудие да все в потоке у меня пары слова заканчиваются так это у нас скальпель врачи хирурги это повара на который нож держит это все силовики военные все что связано вот с силовыми структурами это может быть ну и любые любые профессии которые требуют вот в руках держать что-то металлическое мне почему-то сварщик сантехник приходит в голову но в общем все что угодно я не очень сильно перебирание профессии напишите как это проигрывается для очень малого количества для единиц это может быть ваш бывший на он вокруг вас он может быть ваших мыслях может быть вы даже не хотите они о нем думать по императору до полуне гоните эти мысли но все равно он присутствует незримо может быть прошлый опыт предыдущий опыт возможно вы от него и хотите вот уплыть из этой ситуации до понимаете что уже все не хочу как было а может быть уже его и нет вашей жизни он уже ну я имею ввиду не физически но хотя может у кого-то и физически вы просто вы уже все закрыли эту страницу да в книге но все равно незримо ментально он присутствует ну или да это может проигрываться просто очень умный очень такой строгий может быть немножко холодноватый отдаленный человек мы вдалеке друг от друга да он такой вот знаете больше на ментале стратег тактик ну конечно с острым умом с чувством юмора может быть вот такой но для мужчин вы таких энергии еще король кубков слушайте новые тут прям весь маленький собрали значит что это влюбленный король такой вот знаете как это человек праздник пришел весь такой красавчик радостный веселый любуйтесь мной повеселил компанию наобещал кучу всего рассказал повеселил и ушел он конечно со своим вот наполненным кубком да тут вот у него сердце красное и кубок и возможно он любит и выпить кстати не против он такой весельчак балагур в общем не особо может быть обязательный но тем не менее прекрасный влюбленный или любящий и такой вот творческий чувственный эмоциональный король тоже в вашем поле ну любимый мой может быть вы мечтаете о таких да вы хотите вокруг себя воплотить потому что смотрите император вышел второй картой он воплощает себе все четыре короля все четыре стихии да два короля уже тут вышли возможно вы мечтаете об императоре или хотите видеть рядом с собой императора или он уже вас есть и вот еще два короля говорит о том что да эта энергия проявляется а возможно действительно вокруг вас так вот прям вы такая манкая полуне вы такая прям вкусная сладкая да как прям заманчивая что они как пчелы и не от вас оторваться ну и смотрите на карты видите где выберем друг на друга смотрите где вы действительно не можете оторваться друг от друга любимый мой это говорит о том что либо вы хотите и очень сильно об этом думаете и мечтаете на о том чтобы так было в вашей жизни либо это есть уже сейчас двойка пентаклей все-таки эта карта двойственности эта карта выбора выберу я этого человека или нет получится договориться или нет компромисс или нет сможем мы быть вместе или нет эта карта баланса двойственности но в этой колоде конечно она особенная это где два человека слились да и не могут расстаться хоть и мироздание может быть создает ситуации что вам надо какой-то выбор сделать но вы все равно как одно единое целое буквально прилипли друг другу так еще что-то важное про ваше состояние на дом надо узнать солнце смотрите кто-то из вас как я сейчас физически находится вот в теплой стране в очень жаркой где солнце такое яркое палящее если вы не находитесь в такой но физически там да там возможно вы мечтаете об этом вы хотите но если нет то конечно карта солнце это самая счастливая карта колоды да говорит о том что вы либо сейчас физически уже в состоянии что в вашей жизни все настолько прекрасно настолько волшебно что вы только желаете и она уже реализуется либо вы думаете вы хотите чтобы так было вы готовы принять это солнышко в свою жизнь чтобы в вашей жизни все все желания исполнялись все все ресурсы были это счастье это поток это жизнь понимаете когда вы живете полноценной радостной счастливой жизнью вот смотрите тут мексиканские такие матча поют сиренады играют на своих гитарах веселяться радуются и у них солнце светит подсолнухи а это символ изобилия символ солнца счастья тепла радости и все в жизни прекрасно вот в таких энергиях вы сейчас пребываете или вы об этом думаете мечтаете давайте знаете наверно сейчас я ставлю императора и солнце пока вот так вот оставлю да такими а ну и луну конечно а любимым а еще хочу сказать смотрите луна это женская карта солнце это мужская карта это эго а это такая вот манкость мутность да но она этим притягивает вы видите очевидно что этот расклад будет смотреть большое количество и мужчин и женщин и вашей энергии выше я буду сам расклад делать на другой колоде пока оставлю тогда сигнификатором три карты пусть они тут держат энергию если нам понадобится другая колода и тогда себе чтобы полная колода была и так любимой моим насквозитесь на расклад уже непосредственно энергию манашу подняли какие судьбоносные события на будет сигнализировать что в вашей жизни уже начались счастливые поворотные моменты жизни события люди ситуации что высшие силы об этом говорят а может быть они сами посылают вот эти события или ситуации итак покажите посмотрите двойка пентакли она выходила на сигнификацию двойственность или баланс ситуация когда вам надо будет балансировать вам надо выбирать вам надо может быть либо на компромисс идти либо буквально вот понимаете вот здесь вот босиком оступью очень аккуратно балансировать двумя пентаклями вот так вот прям идти по жизни танцевать выбирать между одним и вторым или быть вот так вот понимаете на компромиссе ювелирное просто мастерство ювелирная балансировка туз мечей что такое туз во первых это шанс шанс возможность от высших сил начать что-то новое что именно план какой-то реализовать может быть новый проект по менталу прям прописать его то есть вам высшие силы что говорят какие события вот возьмите пропишите на бумагу может быть вам поступит предложение какое-то да и вам надо будет подумать о нем прям составить какой-то план стратегии как вы это будете реализовывать как это получится может быть вам реально прямо задание дадут на работе да напиши план выработать стратегию что-то запланировать в своем будущем да может быть если касается отношений то прям простроить их как они могут быть прям возьмите бумагу листом и пропишите как я вижу все это на бумаге очень хорошо если вы это пропишите карандашом и ручкой прям на бумаге хочу так хочу так в цифрах в сроках все по смарт да если знаете что такое смарт посмотрите но для кого-то из вас также что это может значить что вам необходимо поставить точку вот то в чем вы ставите точку и говорите все больше я так не хочу но например вот эта двойственность да больше я не хочу пребывать вот в таком состоянии не вашим не нашим где я не выбираю ни себя например не полностью отдаться там не могу любимому делу или еще что то где вам всегда приходится наступать на себя например да на свое условно горло и вы говорите я больше так не хочу все ну я выбираю например себя да что еще но для единиц девушки женщины это может проиграться беременность вы узнали об этом вы подумали об этом вы хотите этого да но это правило единиц кому применим так еще какие судьбоносные события король мечей смотрите он выходил на сигнификацию и сейчас еще раз выходит ну опять либо активизируется какой-то прошлый либо вот такой вот меченосный и яркий ну не столько ярким затем очень умный он конечно ну да яркий в том плане что острое 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 мёдный вот он как скажет так все все прям с хорошим чувством юмора еще что-то вот такой король может проявиться в вашем вашем поле и для вас это знак что вот это она это начало новых событий а для кого-то может быть ставлю точку с этим броку прошлым моим королем все больше не хочу из-за двойственности например из-за того что как было я не выбираю я выбираю там что-то новое что-то другое выбираю себя например смотрите карта опять ценности себя вам высшие силы говорят повышай ценность себя познай себя познай что ты у себя самая любимая самый любимый единственный дорогой прекрасный человек кто всегда рядом самим самой собой да и кто тотально априори любит тебя это ты сам или ты снова также конечно эта карта говорит о том что вот ревнивец видите как тут трепетно мужчина прижимает к себе эти пентакли и еще и отгораживает от всех вот эту свою избранницу спутницу что никому не покажу но и ей как бы не дает эти монетки жадность для кого-то может проиграться что вот король такой жадный да и вы не хотите больше уже быть в поле такого человека для кого-то проиграется что вы не уделяли себе достаточно времени ценность себя и не понимали не вкладывали себя до жадничали для других для семьи для всех я готова там на работе куча обязательств куча всего себе нет а себе в последний момент а я для себя потом и этому надо поставить точку это и есть судьбоносные моменты когда вы понимаете что я для всех все делала я разрывалась или разрывался я все что мог делал о себе нет подумайте об этом любимой ну да смотрите вам будет сложновато потому что карта такая вот внутренней борьбы или фехтование намерением прям буквально с кем-то до физически вы разговариваете его доказываете свою точку зрения вы вынуждены отстаивать свою точку зрения обосновывать ее говорит нет я хочу так услышь меня почему-то меня не слышишь мои там желания такие-то я бы хотела или хотел вот так либо внутри в своей голове вы или с этим человеком до парируете да и постоянно этот диалог такой какой-то не в позитивном русле либо вы внутри себя одна часть вас с другой частью тоже вас до две части себя они не могут договориться они каждая часть отстаивать свою точку зрения а лучше вот так нет ты виновата что ну в смысле я там виновата да вы сами себя корите что зачем сделала вот так в общем внутренний какой-то такой вот конфликт смотрите давайте мы посмотрим что с этим делать ну хорошо поняли вы что вы в таком состоянии это судьбоносное как бы событие а ну смотрите обнулиться убрать все это вот смотрите как только вы понимаете что вы не цените себя или вас кто-то не ценен да и и у вас внутренний конфликт связи с этим вы тут же идете в обнуление это и есть судьбоносные поворотные события это знаки да для вас прям знак что все эти события переводят вас на новый уровень в новую счастливую вашу реальность но ваша задача идти в это обнуление понимаете решиться поставить точку пойти в обнуление что такое в обнуление я все что было весь этот опыт негативный весь этот вот эту вот какую-то внутреннюю борьбу обесценивание недооценку еще что то я все это оставляю позади я не беру это в мою следующую будущую да вот реальность которая начинается здесь и сейчас с этой секунды вот вы смотрите это видео и все и начинается ваша новая реальность если вы принимаете внутри себя решение все как было я не хочу не зря на сигнификацию выходила карта часы его найду вот что уплываю первая главная карта уплываю к новому не знаю куда не знаю зачем но я не могу уже как было да все я больше так не могу я хочу солнце я хочу тотального счастья исполнение всех желаний радости благополучия и вот это вот 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 этого я больше не потерплю никогда с собой не достойного обращения я больше не терплю и вы идете в шута вы идете в дерзновение что такой шут вы посмотрите вот он идет тут просто без ничего он с пустыми руками буквально идет у него только что тут в руках но здесь вообще ничего обычно у него котом кайпалка а здесь пустые руки и только рыбки вокруг него и он идет просто по какой-то воде или болоту не знаю куда но он веселый он радостный расслабленный и высшие силы ему дают энергию по шуту когда приходит энергия шута дерзнуть пойти в номер в омут с головой вот буквально окунуться не знаю куда высшие силы дают энергию целевую прям знаете как ну как в банке ипотеку вот они дали вам на это на дерзновение и все все вокруг вам могут говорить ты что ты дура ты дурак у тебя это не получится так не бывает так не никогда не никто не делал шут делаешь вот так играючи вот я не очень умею это щелкать в общем играючи у него это получается поэтому либо вы решаетесь вот в это дерзнуть ну либо останетесь в этом старом своем болотце киснуть я не вижу что вы остались по солнцу вы уже готовы идти в новое так еще какие судьбоносные поворотные моменты ситуации которые вам дадут понять что вы уже входите в новую реальную счастливую жизнь смотрите отшельник когда вам необходимо будет вот такое состояние побыть наедине с собой переосмыслить буквально пройти перезагрузку что такое отшельник как компьютер зашел в перезагрузку вот крутится 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 тогда на экране колесика но вы ничего в этот момент сделать не можете файл скачать загрузить не можете в интернете посмотреть на компьютере ничего не можете открыть документ закрыть не можете Ничего не можете. Но после, как только вы выходите из отшельника, перезагрузка закончена, все окна летают быстро, компьютер там все обновился, все вжик-вжик-вжик, все операции проходят очень быстро. Он такой шустрый, быстрый, обновленный. Так и вы. После отшельника вас как переписали, вы другой, другая. Но при отшельнике вам будет прям физически хотеться побыть наедине с собой или мироздание создаст такие ситуации, что так или иначе вы окажетесь наедине с собой, особо никого рядом не будет. И это действительно период переосмыслить, посмотреть, что было в вашей жизни, что из этого хорошего вы берете дальше с собой, что не очень оставляете, какая-то переоценка ценности. Вот прям взвесить, все пересмотреть. Для многих из вас, посмотрите, может быть, этот процесс будет не очень легкий. Вы видите, человек тут буквально обнаженный сидит, и для него это как-то немного страшно, да, посмотреть правде в глаза, увидеть, что внутри себя. Немного боязно, немного вот как оголили его, как оголенный нерв. Но тем не менее, он идет в этот страх, он готов, готов по отшельнику пройти эту переоценку. Так, еще какие события, какие ситуации? Покажите нам. Ну, по восьмерке Пентакли, смотрите, вам надо будет либо много работать, прям трудиться, трудиться как профессионал. Вы профессионал своего дела. Вы прям знаете, как, да, и на дне колоды, то есть Пентакли, именно работать на финансы, на материю, на свой... Сейчас скажу, на свою базу, да, на базис. Карьерный рост, финансовый рост, развитие, развитие отношений, да, либо для вас это выбор. Но в этой колоде, конечно, видите, здесь человек кует свои монетки, то есть вы будете методично и процедурно, я извиняюсь за шум, но тут всегда шумно, вот, везде причем. Так вот, вы будете методично буквально ковать ваши Пентаклики, ваши ресурсы. Если это касается отношений человеческих, то вкладываться, вкладывайтесь, вкладывайтесь, и об этом вам высшие силы говорят. Больше давай людям, больше отдавай, вот, прям задумывайтесь, чем я могу помочь людям, что я могу еще сделать для того, чтобы принести пользу какую-то, как профессионал, как тот человек, кто... Неважно в какой сфере, неважно, что вы умеете, просто делайте, да, методично, ежедневно. Еще что. Иерофант, мудрость. Ну, смотрите, карта, конечно, перезагрузки, очень кармические, очень глубокие все карты. Идет шут, обнуление, отшельник, переоценка, перезагрузка, переформатирование, да, профессионализм, наращивание своих компетенций, качеств, труд такой ежедневный, ежеминутный. Иерофант, мудрость, и после этого я вхожу в мудрость, я вхожу в осознание уже глубокое, да. Иерофант, конечно, это карта еще подписания каких-то бумаг официальных, может быть, регистрация брака, роспись, венчание, может быть, покупка недвижимости тоже, вот, подписание, прям, да, документов, оформления, может быть, дела какие-то, вы планировали что-то, да, тоже какие-то бумаги подписывать. Еще что-то, в общем, это то, что официально в системе имеет правильность, статусность, то, что юридически подтверждено какими-то документами, также это мудрость, глубина познания. Сейчас я поудобнее сяду, вот, что вы проходите такую вот переоценку, и вы уже по иерофанту еще что? Вы можете выступать в роли учителя для кого-то, ваши слова, они могут быть полезны другим, неважно, может быть, вы своим профессионализмом показываете пример, да, не обязательно словами, а вот делами, да, Но люди смотрят, как вы делаете виртуозно свою работу и учатся или словами, или еще любым своим примером вы показываете, как это можно сделать. Но также это карта, что вы можете выступать в качестве ученика, может быть, и одновременно, да. Но я вот тоже вам, например, даю контент, даю материал, да, и вы его смотрите, и что-то у вас внутри вот меняется, я надеюсь, да, там в сердечной чакре какая-то происходит тоже, ну, духовный рост, да, какое-то изменение, может, ваше сердце оттаивает. И это тоже своего рода я выступаю в роли иерафанта, но я как тоже личность, как сама, как профессионал, я постоянно развиваюсь, я постоянно учусь, я постоянно тоже в поле других мастеров, и тут я выступаю в роли ученика. И вы можете быть одновременно и в роли учителя, и в роли ученика. Так, еще какие судьбоносные события в вашей жизни говорят о том, что, ну, смотрите, я даже не успела сформулировать, триумф, победа. В общем, через вот такую вот перезагрузку, через переформатирование себя, может быть, вообще вы полностью себя не узнаете. Пройдет вот этот вот этап, который описан в картах, да, я не очень могу его по времени сориентировать, потому что, ну, Таро не совсем про время. Кто-то из вас быстрее проживает, да, события в жизни, более быстрый человек. Кто-то из вас более медленный, да, и у вас события более медленно развиваются, но тем не менее вы приходите к победе, к триумфу, вам аплодируют. Вы красавчик, или вы куколка красавишна, не знаю, как склонить. В общем, вы триумфатор, победитель в своей жизни. Все, чего вы хотели добиться, все получается. И даже в малом, любимые мои, вот обращайте внимание, вы ходите из дома, солнце светит, можно же сказать, классно, прекрасно, чудесная погода. Это знак, вот оно, ваше солнышко, да. Солнца нет, знак, но тоже замечательно. Значит, скоро оно выйдет, оно никуда не денется. Значит, сейчас там найти прелесть в чем-то другом. Люди улыбаются или самому-самой улыбнутся. Послайте сердце любовь. Посмотрите мое предыдущее видео, где я говорю про любовь, про раскрытие сердца любовью. Обязательно его посмотрите, перешлите другим, многим-многим людям, везде просто. Поделитесь этим видео и этим тоже, с другими людьми, чтобы они увидели. И вот в этом ваш триумф, в этом победа. Замечать в каждом моменте вашей жизни что-то прекрасное, что-то светлое, что-то радостное. И тогда в вашей жизни просто не останется места для серости, для страданий, для переживаний и горя. Так, ну в общем, вот такие вот моменты, да. Давайте что-то важное еще, может быть, еще что-то важное есть, что вам надо знать. Но звезда, смотрите, мечта. То, о чем вы мечтали, вот мечтайте прямо сейчас. Оно сбудется, оно реализуется. Смотрите, звезда практически опустилась к девушке. А тут даже у нее много звездочек, видите? Помимо одной главной мечты, еще тут есть второстепенные. Вот чтобы прийти к этому состоянию, что ваша мечта сбылась, то, что было недосягаемо, то, что было далеко, на небе, холодное, но манило вас. Вам сейчас надо, вот прямо сейчас, намечтать. Представьте вашу жизнь по солнцу с императором, какая она у вас прекрасная. Прям, и самое главное здесь, смотрите, любимые мои, это очень важно, сейчас я вам момент скажу. Не на ментале это продумывать, знаете, прописывать, нет, а состояние. Проживите это мысленно, закройте глаза и представьте себя, самую лучшую версию себя. Вот прямо представьте сейчас, какой я или какая я, вот в той идеальной картинке, чего я хочу добиться, или как я хочу жить, вот из сегодняшнего состояния. Как бы было идеально, там, по десятибальной шкале на десять. Прям представьте и проживите это ярко, интенсивно внутри себя. Вот представьте, там, ваш день, из чего он складывается, как, какие события, какие люди вокруг, где вы живете, что вы делаете, что вас окружает, куда вы направляетесь, чем вы занимаетесь, о чем вы думаете, какое у вас тело, да, какая у вас душа, кто рядом с вами, как вы это там проживаете. В общем, все-все-все. И самое главное состояние, вот эта наполненность, что вы испытываете при этом. Вот прямо кайфаните, насладитесь этой идеальной версией себя. Тут главное не в разум выходить, а вот из чувственной, из состояния. И отпустите это, проживите это и отпустите. Подсознание тогда, оно получает импульс, все, мы уже в этой вселенной, в новой, вот в той, о которой вы сейчас подумали. И подсознание вас поведет к этому. И все события, все ситуации будут посвящены именно этому. А вам бы еще прекрасно было периодически возвращаться в это состояние, хотя бы там один-два раза в день. И вспоминайте это состояние, как вы вот это кайфуете, какое-то классное, когда вы идеальная версия себя. И ваша жизнь идеальная версия себя. И проживайте. Пусть это мгновение будет, пусть это пять минут, неважно, сколько вы можете уделить, десять минут. Просто побытьте в этом состоянии. Напоминайте подсознанию и телу, что все, я уже здесь, я уже, вот там звезда вот эта, да. Я уже там добился, не знаю, чего вы хотите там, какой-то доход иметь. Или если вы там блогер, столько-то подписчиков иметь, или там еще что-то. Вот я уже такой или такая, или какие-то отношения иметь с таким-то партнером, я такая-то в отношении. В общем, все, что вам нравится, вот так вот и есть. И наслаждайтесь этим. К состоянию. Так, еще что-то важное есть. Две карты выпали. Ну, смотрите, прекрасные две карты. Двойка кубков, любовь взаимная, чувственная, счастливая, где вы не можете оторваться друг от друга, наполняете друг друга. Два кубка у вас переливаются, вот они сливаются в одно единое. Вы рука об руку, глаза в глаза, не можете расстаться, не можете буквально насладиться друг друга, готовы выпивать друг друга до дна, и никогда, чтобы эти бокалы не опустошались и не переворачивались. Просто никогда не расставаться. И при этом у вас есть все ресурсы. Так, извиняюсь за шум, но сейчас это закончится. Девятка пентаклей. У вас есть все ресурсы, абсолютно все, тотально, посмотрите. На все, на все. И на дом, и на поездки, и на все ваши желания, на все ваши покупки. Вот абсолютно на все у вас есть ресурсы. Любимые мои, это просто божественно. Какой-то невероятный расклад. На сегодня и день чудесный, да, Пасха. Волшебный, конечно, праздник. Я вас еще раз поздравляю со светлой Пасхой, да, если вы сегодня смотрите. Ну, неважно, в любое время расклады, они актуальны. Вот когда вы его открыли, тогда он на момент просмотра и актуален. И для вас, вот вы посмотрите, какая прелесть. Ваши мечты сбываются, вы, триумфатор, победитель. Не зря на сигнификацию выходило в конце солнца, да. Просто волшебство. Просто, не знаю, что еще добавить. Мироздание уже говорит все шумом. Заканчивай расклад. Я все сказала. Хорошо, любимые мои. Обязательно, прошу вас, ставьте лайки, пишите комментарии. Как вам такой расклад? Пишите, благодарю и принимаю, да, если хотите, чтобы в вашей жизни эти волшебные события реализовывались. Не забывайте, что сначала, прежде чем прийти в эту реальность, в эту вселенную, пожалуйста, проделайте вот эту внутреннюю работу, о которой я вам говорила, о которой рекомендовали вам карты и высшие силы. Ну да, тут девушка вот тоже записывает видео, аудио, что сделать, прям рядом со мной. Вот так мироздание меня останавливает. Так, значит, смотрите, на чем я спала. Поток сбился, все. Ставьте лайки. Пересылайте видео мое обязательно. Делитесь им. Вся информация, как записаться ко мне на личные консультации под этим видео, и как поддержать канал тоже под этим видео. Я вас бесконечно люблю. Моя любовь с вами. Вам мира и любви.